Всем привет! У нас с вами сегодня новое видео. Я буду показывать вам рум-тур своей квартиры. Вы это ждали, мне кажется, уже месяца три точно, потому что я в этой квартире живу с ноября. И рум-тур будет классным, светлым, какая-то квартира. Давайте я вам сейчас, когда я покажу. Мне жарко. Сейчас только-то не имею, я соберу смыслы. Я думаю, многие помнят мой влог про переезд, когда я искала квартиру для аренды. У меня это заняло примерно месяц. Я смотрела очень много вариантов, и я сейчас, когда хожу по этой квартире, думаю, господи, вот все те квартиры, которые я видела на сайтах или смотрела вживую, если бы я одну из них сняла, я бы сейчас просто плакала самыми днями. Это просто лучший вариант, который был на рынке для меня, по моим запросам, по цветовой, так скажем, палитре, по освещению, по интерьеру, по площади. И давайте я вам буду все показывать. Во-первых, что мне нравится? Здесь, конечно, нет гардеробной, потому что это вообще идеальный вариант, но здесь довольно-таки продуманная система хранения. Они такие изолированные, убранные, не выглядят, как какие-то шкафы, такие, знаете, которые стоят просто вдоль стены. Здесь у меня такие зоны хранения для верхней одежды, лёбови. Выглядит это примерно вот так. К слову, важно помнить, потому что я избавилась от двух пятых всех своих вещей, когда переезжала, поэтому у меня здесь все самое необходимое, и то, в принципе, можно навести какую-то ревизию небольшую. Здесь у меня полочки для каких-то кофточек, боди и так далее. И давайте, наверное, придем сразу в ванную, от которой я в восторге, потому что она довольно просторная, суперсветлая, белая. Кстати, здесь в этом ЖК ремонты типовые. То есть здесь в квартирах у всех одинаковый ремонт по отделке, по ванной, плиткой и так далее. Но, в принципе, нет никакого ворота. Заходим. Ванна. Она супер такая светлая, просторная. Есть комод. Это очень классно, потому что у меня очень много баночек всяких уходовых, ну, вы знаете, и нужно где-то все это хранить. И то у меня сверху на столешнице еще отдельная такая бьюти-зона со средствами, которые я использую на повседневной основе. Какие-то мои клиники. Минус этой ванной, что в зеркало нет никакой подсветки. Она просто существует сама по себе, без доп. освещения. И это плохо, потому что падают тени сверху от лампочек на лицо, и я не могу снимать нормально сторис, какую-то бьюти-рутину в ванной. Это, правда, не такой жирный минус. Дальше, что я вам хочу показать, это свое полотенце огромное от бренда для редут. Шутка. Моя находка, про которую я обещала рассказать в инстаграм, это сушилка. Минус этой квартиры, что здесь есть стиральная машина, но она без режима сушки, к которой я привыкла в предыдущей своей квартире. Поэтому пришлось покупать сушильную такую систему. И она очень прикольная. Она двигается, такая трансформер. Можно ее сделать маленькой, но мало занимает места. Шутка компактная. Короче, я уже купила такую маме. Она приехала, говорит, я тебя ее забираю. Я говорю, нет, мама, я тебе просто закажу, оставь, пожалуйста, мою сушилку мне. Она реально очень классная. Если кому-то будет нужна, я оставлю ссылку в описании под видео. Заказывала на Озоне. Здесь есть эта ванная с такой дверкой а-ля душ. То есть ванная-душ, все, два в одном. Не очень удобно, потому что эта дверка маленькая, и вода просто выливается сюда, когда ты моешься в душе. Ну и ладно. Ванну я принимала раза три, наверное, пока я тут живу. Я очень хотела ванну, но пользуюсь ей редко. Такая она была глупышка. Так, давайте выходим с вами дальше в коридор. А здесь у меня в коридор еще есть зеркало небольшое. И дальше система гардероба-хранения. Здесь полки. Можно сюда немножечко зажимать. Да. Вещей у меня осталось мало. Так что карта в описании, если хотите. Мало. Да. Совсем чуть-чуть вещей. Ну, это реально мало. Ну, это вертикально мало. Ну, для блогера, по крайней мере. А дальше здесь есть такое небольшое углубление, где стояла пальма. В инстаграм подписчики видели, что здесь прям идеально вписывалось мое растение. Если вы не подписаны на инстаграм, то обязательно это сделайте. Ссылка в описании, и здесь мой аккаунт будет указан. А дальше. Здесь такая небольшая потянная комната с зеркалом, которое я тут фоткаюсь. Здесь зона постирочная. У меня тут валяется постельный билет, можно не показывать. И стиральная машина со всякими средствами. Очень удобно, что это стоит не в ванной на виду и не на кухне, а прямо это убрано отдельной системой. Кстати, у многих современных квартирах я это видела. Давайте идем сразу в спальню, просто будем двигаться по ходу движения. Что мне нравится в этой квартире, это планировка. Я обожаю квартиры, где нет отдельной кухни. Вы знаете, когда кухня занимает 10-15 квадратов или даже 5 квадратных метров. И это отдельная какая-то комната. Мне кажется, это как-то уже прошло век, потому что раньше, почему вообще раньше были отдельные кухни? Потому что люди там готовили небольшую семью, долго-много, сидели-ели, обедали. Сейчас готовке уделяется меньше как-то времени и не ставится на этом акцент. Поэтому можно объединять зону кухни и гостиной. И мне нравится, что в современных квартирах это пространство объединено, оно получается более такое большое, светлое, просторное в идеале. И можно сделать акцент на спальне как вариант или спальню с гардеробной совместить. Короче, подразить площадь на более нужные какие-то вещи, чем кухня, стол и так далее. Итак, спальня, она почему-то темная, в отличие от всей квартиры. Здесь не солнечная страна, мало освещения. Спальня классная. В моей предыдущей квартире в лайнере, я думаю, что все мои пучки помнят, когда у меня была квартира, спальня была гораздо более тесная, душная, там еще был балкон бесполезный, здесь его нет. И во всей квартире окна пол. Что имеется в спальне? Конечно же, у меня везде вообще, в любой комнате. В гостинице сейчас посмотрим, стоят какие-то штативы, кольцевые лампы. Что здесь есть? Есть комод из Икеи, 100% это Икея. Он реально классный, так мне кажется, и у американских блогеров прям один в один у всех такой комод стоит. Он, я не знаю, минималистичный, моё любимое слово, такой лаконичный, и в нем у меня помещается очень много всего, буквально пол моей жизни. В ящике моей парфюмы. Я не буду показывать, что это за парфюмы, потому что вы знаете, что я не рассказываю о них. Очень люблю очки какие-то, украшения, в общем, вещи, штуки, которые я не храню в шкафу. В общем, хочу хранить спальне, чтобы это было более приватно. А еще подробнее, что у меня находится на комоде. Это такое кашпо под растение, просто обалденское. Оно выглядит, как будто это кусок луны. Честно, я хотела сюда поставить какие-нибудь кактусы или что-то наподобие, но пока не придумала, и храню здесь какие-то фотокарточки, полароид снимки. В общем, просто какая-то красивая штука тут лежит, интересная для меня. Дальше у меня тут стоят туфельки, просто с последней съемки. В принципе, они красивые, я их ни разу не носила, они стоят для красоты. Моя камера, крема, зелинский, дальше клоранс для тела, огромная свеча Зара Хом, и вот эта штука просто находка моя. Делайте скриншот и покупайте. С ароматом Сантал, это спрей, парфюмированный для дома. Я пшикаю на плед, на кровать, и просто невероятно вкусно пахнет. Супер секс, я обожаю. Такой вот у меня здесь комодик вам поближе. Кашпо, тоже бренда для редут. Кровать, кровать 160 на 200, для меня это минимальный размер кровати, на котором мне комфортно спать, особенно вдвоем, потому что, не знаю, мне кажется, это такая... Ну, покажи размер, ты должна лечь на нее. Стандартная ситуация. Мне кажется, что вот лежит один человечек, комфортненько, лежит второй человечек, комфортненько. Ну, короче, 160 на 200 кровать. Я подробнее вам еще расскажу про details, fabric и materials, некоторых элементов в этой комнате, таких как плед, бьюти столик. Конечно же, у меня здесь вписался, я его перевожу везде с собой, без него вообще не представляю своей жизни и комнаты. И этот столик я буду в скором времени менять, потому что у меня уже куплен новый на Леаредут с двумя ящиками, мы его посмотрим с вами в гостиную, но пока там временно стоит. Attention максимальный. Я нарисовала сама картину. Покажи ее. Да, я нарисовала сама картину, но никто пока что, кто эту картину видел, не угадал, что она не нарисована. Для меня это суперочевидно и понятно. Ну, пусть в комментариях угадают. Угадайте, кто угадает, я отправлю вам бьюти коробочку в подарок с косметикой, потому что реально никто еще не понял. Здесь, блин, мне кажется, что это очевидно. Короче, я от картинок жуть. Мне кажется, она классная, стильная и довольно-таки секси. Здесь моя награда за YouTube, 100 тысяч подписчиков. Жалко, что не миллион пока, но, что есть, этим гордимся. Так, и любимейшая часть Paird Detail моей квартиры, моих апартмент, это гостиная. Итак, вашему пониманию предстает гостиная с угловая, с угловым остеклением, окна, опять же, в полбезде, и это просто для меня какая-то роскошь и кайф, потому что я могу просто подойти, смотреть на улицу, стоять здесь, танцевать. Здесь есть огромный диван, который занимает, конечно, очень много места, но он безумно удобный, красивый, я бы себе в свою квартиру такой обязательно купила, даже подписчики многие спрашивали, что за фирма дивана, честно, не знаю. Это вот этот комодик зеркально-стеклянный, на котором стоит моя колонка Marshall, я постоянно слышу на ней музыку, очень ее люблю, Белароид камера с моей огромной коллекцией фотокарточек. И в этом комоде я храню косметику, которой я не пользуюсь, я все складываю просто какую-то косметику, которую потом могу отправить подписчикам в подарок. Такая у меня скейт, крутая. Дима так придумал, поставила к стене, и я думаю, да, это классно. Дальше у меня тут есть букет цветов, вечный. Это букет из Lego. Я его сама собирала. Смотрится очень круто, мне безумно нравится. Еще, конечно же, ромодиффузоры, свечки всякие разные, я это обожаю. и если нахожусь дома, зажигаю, стараюсь зажигать, по крайней мере. И вот мой битый столик, который временно стоит здесь, в этой комнате, сейчас под телевизором. Здесь четыре ящичка, и однажды я перемещу сюда свою косметику, и все поменяю, и вам покажу, конечно же, подробнее. Так, давайте я посмотрю с вами кухню. Она сливается, точнее, расположена просто по стиме, для меня это самый идеальный бренд. Конечно, если площадь, подбирает квартиры, или у вас большой дом, я люблю кухни с островом, когда посередине еще такой островок, столешница, раковина, это очень классно, но для каких-то небольших пространств здесь, кстати говоря, по-моему, 48 квадратов, и, кажется, гораздо больше квартиры, потому что предыдущая моя квартира была примерно такой же площадью, но она казалась теснее. Здесь, например, проколновка и настольные игры, какие-то книги, тут у меня хранятся пиар-рассылки разные, которые я пока не распаковывала, возможно. Короче, много свободного пространства, которое я использую не для купонных принадлежностей и продуктов. Мне кажется, главная достопримечательность этой квартиры, достоинство, это, конечно, окна, и это подпесок залипательный и днем, и утром, и ночью, подотемнеет и все горит. В гонечках машины катаются, у меня это прям, как, знаете, в детстве, не знаю, там, может, я так настрагирую, в детстве, когда мне родители оставляли у бабушки, у дедушки или у тети, я всегда смотрела в окно на эти вот прожающие машины и до сих пор у меня такое приятное чувство. Оператор зевает. Я надеюсь, вы там не зеваетесь за просмотром, вам нравится все. Пальма к сентября, которая переехала из той лобинки, которую я вам показывала в коридоре, она стала сюда пробыть лучей. Я ее часто поливаю, и то, видите, немножечко подсыхает, нужно как-то больше ее ухода сделать или пересадить в идеальном, наверное, потому что ей уже 2 года, я ее неразно присаживала. И у меня, конечно же, дома имеется небольшой спортивный уголочек, хоть я хожу практически ежедневно в спортзал, но когда я не ходила, я также почти ежедневно занималась дома. Есть такая небольшая резинка с моими спортивными штуками. Это ленты, которые очень сильные, очень упругие и прям тяжело реально это стягивать. И утяжритель для ног, единственное, я бы взяла побольше, потому что это килограмм 25, это прям реально мало. В спортзале я брала 2,5 килограмма, прям то самое. Так что нужно поменять, купить новые утяжрители для ног. Я обожаю, потому что мои любимые упражнения это подъем ног назад, махи ногами для ягодичных и для мышц бебра. Вот. Это мой спорт. Моя спорткорзина. Что меня очень вдохновляет и нравится в этой квартире, это из-за света и из-за белых светлых стен и из-за тотального минимализма и того, что нет ничего лишнего, потому что здесь практически каждый ракурс довольно-таки съемочный. Вот. Такой у меня был рунтурчик быстренький, для того, чтобы смотреть, что у меня находится в квартире, как все это выглядит. И не знаю, может быть, в скором времени я с нее приеду, но пока она мне очень нравится. Единственное, что мне раздражает, это люстра. Посмотрите, как можно было сделать в такой стильной, красивой квартире такую люстру. Это реально прогнуланы, еще вот эти торшерчики. висящая люстра, это просто эстетика. Реально. Все, на этом буду с вами прощаться. Такой мне получился румтур. С вами была Анастасия Була, пишите ваши комментарии обязательно и инстаграм мой всегда в описании под видео.